Откуда вы получили восприятие добра и зла? Я был третьим из четырех сыновей в семье. Мой отец строил мосты для дорожного управления днем, а вечером занимался нашей фермой. Моей матери часто приходилось самой заботиться о нас, парнях. Мы не всегда были самыми послушными детьми. Моя мать любила нас, заботилась о нас, но иногда она шутила, говоря, что Бог поступил с ней несправедливо, дав ей столько сыновей. Разве Бог не мог дать ей хотя бы одну или две хорошие дочери? Неужели Бог посчитал ее недостойной? Мы, девочки, всегда запомнили ее хорошие девочки и плохие мальчики. Лично я искупил свой долг перед ней, когда дал ей трех внучек. Справедлив ли Бог? На сегодняшний фрагмент Римлянам 2.1.11 говорит о целостности, справедливости и суде. Можем ли мы, люди, судить других? Как нам реагировать, когда нам кажется, что Бог не судит нас? Если же Бог решил судить, то на каком основании мы будем судимы? В предыдущем фрагменте Римлянам 1.18.32 Павел описывал состояние человека. Он говорил о людях, которые пытались избавиться от Бога. Но они не просто сами отворачивались от Бога, но и призывали других поступить так же. Теперь Павел обращается к тем, кто в самоправедности осуждает людей, о которых говорилось в первой главе. Он обращается к самоправедным людям, которые говорят, «Свет мой зеркальце, скажи, кто на свете всех честнее?» И отвечают, «Я». 2 глава, 1 стих. «Каким судишь другого, осуждаешь себя, потому что, судя другого, делаешь то же. А мы знаем, что поистине есть суд Божий, на делающих такие дела. Неужели думаешь ты, человек, что избежишь суда Божия, осуждая делающих такие дела и сам делая то же?» Мы видим переход в послании Павла из 1 ко 2 главе. Он переходит от третьего лица множественного числа. «Они» на второе лицо единственного числа. «Ты». Что происходит? Павел вступает в разговор с воображаемой личностью. Он использует древний литературный прием под названием «диатриба». Он ведет диалог с воображаемым оппонентом, используя вопросы и ответы, чтобы привлечь внимание читателей. Павел проповедовал Евангелие почти 20 лет в еврейских синагогах и на рыночных площадях. Он знал, как люди отреагируют на его послания. Он знал их вопросы. «Римлянам 2» он позволяет слушателям подслушать свой разговор с воображаемой личностью, которая считает себя выше. И слушатели могут отождествить себя с ней. Как и иудеи, многие греки и римляне боролись с реалистичностью человеческой злобы тех времен. Например, Синека, современник Павла, был римским философом-моралистом, который возносил моральные ценности и осуждал идолопоклонство. В нашем фрагменте Павел критикует всякую моральность. Людей, которые пытаются жить морально, но также склонны регулировать моральную жизнь других и, поступая так, часто осуждают других за моральные поступки. Такой человек, читая первую главу, и говорит, «Вот именно, Павел, в этом вся проблема мира. Спасибо, что раскрыл проблему зла в нашем обществе. Эти люди должны быть осуждены. Хорошо, что я не такой. Кем бы ни была эта воображаемая личность, она не считает, что имеет один из 21-го порока, перечисленных в конце первой главы». Возможно, такой человек не пошел по пути идолопоклонства и неправильных отношений. Но он упускает отношения сердца, которые указаны выше. Неужели он никогда не говорил плохо о ком-то? Неужели в их сердцах нет ни намека на гордыню? Люди, которым обращается Павел, настолько поглощены ошибками других, что не видят своих грехов. Иисус рассказывает в Луки 18 известную притчу. Начнем с 9-го стиха. «Сказал также к некоторым, которые уверены были о себе, что они праведны, и уничижали других». Следующую притчу. Два человека вошли в храм помолиться. Один фарисей, а другой мытарь. Фарисей, став, молился сам в себе так. «Боже, благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди, грабители, обидчики, прелюбодеи, или как этот мытарь. Пощусь два раза в неделю, даю десятину, часть из всего, что приобретаю». Эту сцену можно было посчитать комической, если бы она не была настолько распространенной. В сердце каждого, кто оценит мою моральность, есть фарисей. В Нагорной проповеди Иисус лопает пузырь морального превосходства. Матвея 7, 2. «Ибо каким судом судите, таким будете судимы. И какую меру мерите, такую и вам будут мерить». И что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в твоем глазе не чувствуешь? Мы, люди, не всегда видим себя самих. Недавно я размышлял над проблемой, которую считал весьма трудной. Когда я анализировал ситуацию, то заметил ошибки других, связанных с этой ситуацией. К счастью, я решил отдать этот вопрос в молитве. И когда я молился, Бог открыл мне свой вклад в эту проблему. Я не видел бревна в своем глазу. Я смирился. И у меня появилась возможность изменить кое-что. Мы склонны к двойным стандартам. Мы критически настроены ко всем, кроме себя. На самом деле, мы относимся к себе лучше, когда видим ошибки других. Мы даже находим удовлетворение, осуждая других в том, в чем оправдываем себя. В своем первом послании церкви в Коринфе Павел говорит, что мы не в состоянии оценивать свои сердца, и уж тем более сердца других. Нам нужна помощь Бога и помощь других, чтобы правильно смотреть на себя. Когда кто-то спрашивает, а ты хороший человек? Большинство отвечает, да, лучше большинства. Ты попадешь на небо? Да, конечно. Почему? Потому что я хороший человек. Ты когда-нибудь врал? Ну, наверное. Ощущал ли ты похоть в отношении другого человека? Ну, это сложный вопрос. Это двойной стандарт. Мы, люди, преданы самообману. Мы осуждаем людей, которые поступают так, как мы. Павел говорил, что моралисты, как и допоклонники, не имеют оправдания. Они беззащитны перед Богом. Они будут осуждены не потому, что судят других, но потому, что делают то же самое, как говорит Павел, то же, что осуждают в других. Слово «делающие» в первом и втором стихе это то же слово, которое Павел использует в 32 стихе первой главы, говоря о людях, делающих вещи, которые заслуживают смерти. Если еще раз взглянуть на 21 порог, записанный в первой главе, мы увидим, что все мы без оправдания, потому что все мы без исключения далеки от Божьего стандарта моральности, его святого характера. Во второй главе с первого по третий стих Павел разбирает самоправедность моралистов. Почему? Потому что он жесток? Нет, потому что моралист должен увидеть свою духовную нищету. Он слеп. В третьем стихе место имения «ты» используется дважды, чтобы подчеркнуть «ты». Неужели ты думаешь, что избежишь суда Божьего? Наше общество наполнено подобным лицемерием. Политики осуждают предыдущие администрации, а затем поступают так же. Праведники осуждают других праведников, а затем поступают так же. Молодое поколение осуждает старшее, а затем поступает так же. И вершиной язвы самоправедности стала культура отмены. Человека могут отменить, если посчитают его морально недостойным из-за его слова, жеста, прошлого греха или еще чего-то. Этого человека начинают осуждать. И все начинают осуждать его и отдаляться от него. Если вы введете в поиски, кого бойкотировали в 2020-м, то увидите большой список, но скажите мне, кто не достоин бойкотирования? Павел говорит две вещи по поводу Божьего суда с первого по третий стих. Во-первых, во втором стихе суд Божий поистине сходит на тех, кто поступает так. Этот стих можно перевести так. Божий суд выполняется поистине. Божьи суды основаны на истине, а не на притязаниях или проявлениях. Он может убрать маску лицемерия и увидеть факты. Его суды основаны на внутренних реалиях сердца, а не только на внешних проявлениях и действиях. Он видит все. Как я говорил ранее, моя мать очень ценила целостность. Моего младшего брата зовут Редж. Однажды она нашла четвертак в джинсах Реджа. «Откуда у тебя этот четвертак?» Спросила она. Редж не помнил, как четвертак оказался у него в кармане. Моя мать решила не выпускать его из спальни, пока он не сознается. Когда она вернулась, через некоторое время, Редж все равно не мог вспомнить. Он остался наказанным. Редж начинал сомневаться, удастся ли ему выйти когда-либо из спальни. И когда мама пришла в третий раз, он сказал, «Мне дал его Дэнни Дюмас». Она сразу же послала Реджа в дом Дюмаса, чтобы вернуть четвертак. Редж постучал в двери, Дэнни Дюмас открыл двери, и Редж дал ему четвертак. «Вот тебе четвертак, Дэнни». Моя мать была чудесной, сильной женщиной. У нее были сильные моральные принципы, но она была ограничена в понимании фактов. И вплоть до этого дня Дэнни Дюмас благодарен ей за четвертак. Божий суд основывается на истине. В книге под названием «Премудрости Соломона», которая была написана за несколько десятилетий до рождения Иисуса, еврейский автор осуждает язычников, не евреев. Но когда он обращается к евреям, то пишет следующее. «Но ты, Бог наш, благ и истинен, долготерпелив и управляешь всеми милостиво. Если мы согрешаем, мы твои, признающие власть твою, но мы не будем грешить, зная, что мы признаны твоими». Иными словами, я еврей, так что у меня с Богом все хорошо. Евреи часто считали, что их наследие давало им привилегированное положение перед Богом. Они думали, что Бог любит их, несмотря на их поступки, что им не нужно переживать о грехе. Однако, как и люди, о которых говорится в первой главе, они променяли истину Божью на ложь. Павел говорит, что они вместе с другими моралистами будут судимы за свои упрямые сердца. В первом и пятом стихе Павел копает еще глубже. Люди не просто самоправедны и живут сложной уверенностью, но также презирают Божью доброту. 2 глава, 4 стих. Или «Пренебрегаешь богатство благости, кротости и долготерпения Божьего?» Не разумея, что благость Божия ведет тебя, но по упорству твоему и нераскаянному сердцу ты сам себе собираешь гнев на день гнева и откровения праведного суда от Бога. Своим отношением и своими действиями моралисты испытывают Божье терпение. Слово «долготерпение» говорит о сдерживании гнева. Поскольку Бог проявляет терпение, люди продолжают грешить. Они пренебрегают богатством его благости, то есть они презирают Божью доброту, они осмеивают Божье терпение, они ведут себя так, словно Бог обязан быть добр к ним. Когда я учился в старшей школе, у моего отца была большая машина золотого цвета. В 12 классе он разрешил мне ездить на машине в школу. Однажды солнечным весенним днем во время обеда я решил сделать нечто особенное. Я поставил машину так, чтобы передо мной был самый длинный отрезок школьной парковки. Четверо друзей подняли зад машины. Я дал оборотов и они отпустили его. Это был идеальный бернаут. Долгий, стабильный. Поднялось облако дыма. Люди кричали от радости. Мне нужно было затормозить, потому что я был на краю парковки. Но была проблема. Я почти полностью сжег резину на одном колесе. Машина теперь сидела под углом. Когда я пришел на урок химии после обеда, мой учитель сказал, хороший эксперимент, Рэй, без наказаний. Но после школы меня ждала встреча с отцом. Я решил, что лучше всего будет признаться в том, что я сделал. Мы вместе подошли к машине, отец посмотрел на колеса, потом на меня и покачал головой. Никакого наказания. Это было удивительно. Вот это денек. Говорит ли тот факт, что отец проявил ко мне милость, о том, что я поступил правильно? Нет. Говорит ли тот факт, что отец не потребовал с меня купить новые покрышки, о том, что все это не стоило ничего? Нет. Мы часто истолковываем Божью доброту как знак того, что у нас все хорошо с Богом. Моя карьера развивается, у меня финансовая стабильность, хорошее отношение в семье, деньги на отпуск лежат на счету, пенсионный план в порядке. Наверное, Бог одобряет мои действия. Мы предполагаем, что у нас с Богом все хорошо, и нам не нужно меняться, если у нас все хорошо. Но Павел говорит, что на самом деле все может быть иначе. Божья доброта это не безразличие к греху. Она призвана растопить наши ледяные сердца. Иногда мы даже хвалимся своими грехами, потому что думаем, что Бог пропустит мимо то, что мы сделали. Как сказал французский скептик Вольтер, Бог простит, это его дело. Безусловно, такое отношение к греху несовместимо с настоящими отношениями с Иисусом. Божья доброта призвана смягчить наши сердца и привести нас к переменам в жизни. Божья доброта должна привести нас к осознанию нашего состояния, чтобы мы сделали что-то с этим. точно так же апостол Петр пишет во втором Петра 3,8 одно то не должно быть сокрыто от вас, возлюбленные, что у Господа один день, как тысяча лет, и тысяча лет, как один день. Не медлит Господь обетование, как некоторые предпочитают, то медлением, но долготерпит нас, не желая, чтобы кто-то погиб, но чтобы все пришли к покаянию. Придет же день Господень, как тать ночью, и тогда небеса с шумом пройдут, стихии же разгоревшись, разрушатся, земля и все дела на ней сгорят. Бог сдерживает себя. Если вы хотите хороший библейский пример, то посмотрите на терпение Божье в отношении Авраама, Исаака и Иакова. Посмотрите на Божье терпение во время пути Израиля по пустыне, а также во времена судей. Посмотрите на Божье терпение во времена монархии. Столетие терпения. Не несколько минут, как у нас. Нет, столетие. Евреи часто думали, что Божий суд минует их просто потому, что они евреи и избранный народ Божий. У них все хорошо с Богом. Им достаточно лишь хороших намерений, чтобы повиноваться Богу. Им не нужно соответствовать Божьему стандарту праведности. Но, по правде говоря, никто не может рассчитывать на хорошее отношение с Богом благодаря этничности, социальному классу, связи с церковью, семейными связями, моральному превосходству или обилию знаний. Никто. В каждом случае величайшие преграды к перемене жизни это упрямое и ожесточенное сердце. Лицемерные моралисты не ценят Божье терпение и не видят того, что им нужно меняться. Они игнорируют Божью доброту себе на погибель. Предложение о Божьем терпении это фатальная ошибка. Павел ясно аргументирует это во 2 главе с 6 по 11 стих, который воздаст каждому по делам его, тем, которые постоянством в добром деле ищут славы, чести и бессмертия, жизнь вечную, а тем, кто упорствует и не покоряются истине, но предаются неправде, ярость и гнев, скорбь и теснота всякой душе человека, делающего злое, во-первых, иудея и елина, напротив, слава и честь и мир всякому, делающему доброе, во-первых, иудею и елину, ибо нет лицемерия у Бога. В этих стихах кажется, что Павел повторяется. Что он делает? Он использует литературную структуру, которая называется хиазм. Эта структура выглядит вот так. Шестой стих. Бог воздаст каждому по делам. Седьмой стих. Люди, делающие добро, получают жизнь вечную. Восьмой стих. Люди, делающие зло, получат ярость и гнев. Далее. Людей, делающих зло, ждет скорбь и теснота. Десятый стих. Люди, делающие добро, получат честь, славу и мир. Одиннадцатый стих. Бог судит нелицеприятно. Мы видим структуру и повторы. В этом хиазме главная мысль идет в начале и в конце. Главный принцип выражен в шестом и одиннадцатом стихе. Бог будет судить всех по их делам. Бог судит нелицеприятно. Иисус и Павел также цитируют это заявление. Каждый получит согласно тому, как жил. Перед Богом мы на одном уровне. Бог судит всех нелицеприятно. Как я уже говорил, я третий из четырех сыновей. Если мои старшие братья делали что-то плохое, то обычно затягивали меня в это. Когда насловили, то наказывали всех. Наказание распределялось согласно возрасту. Первым наказывали моего старшего брата, затем второго, а потом меня. Если моих старших братьев наказывали, и они плакали, я знал, что для меня все будет очень плохо. Время ожидания было пыткой. По какой-то причине моему младшему брату, Реджу, всегда удавалось избежать наказаний. Бедный я. Почему моего младшего брата не наказывали? У моих родителей был любимец? Нет, на самом деле они тоже были нелицеприятны, но мне казалось, что они поступали несправедливо. Почему наказание должно заканчиваться на мне? Как мы видели ранее во втором стихе, Бог судит поистине справедливо. Выбирать любимчиков значит смотреть только на внешнее проявление или маски людей. Бог видел человека, а не его маску. Он видит характер, а не роль. Он видит сердце, а не внешний вид. Вот главный момент в этих стихах. С помощью двух заявлений Павел объясняет принципы 6 и 11 стиха. Он говорит о том, что мы видим, что делаем и что получим. Основание для того, что мы получим, нашей судьбы в вечности, это связка из того, что мы ищем, нашей цели в жизни и наших действий в любви и служении. Он говорит о базовой ориентации в жизни. Бог, у которого нет любимчиков, судит на основании того, что мы ищем и что делаем на самом деле. Как выглядит человек, который идет по жизни с Богом в 7 и 10 стихе? Он настойчив в добрых делах, желая воздать славу Богу и проявить его характер. Он хочет, чтобы имя Божье стало известным. Он ищет Божьего бессмертия и несравнимой радости его присутствия. И так как он ищет Бога, то получит жизнь вечную, познание Бога и его Сына Иисуса Христа. Они получат славу, преображение в подобие Иисуса. Они получат честь, Божье одобрение и мир, отношение с Богом в жизни. Тот, кто ищет Бога, находит его. Это дар благодати для тех, кто касается и обращается к Богу. Как выглядит человек, идущий по пути смерти? Мы читаем о нем в 8 и 9 стихе. Они ищут выгоды для себя. Греческий философ Аристотель использует это слово для описания политиков, которые хотят занять пост ради личной выгоды, а не ради общего блага. Он использует в отношении людей, которые идеализируют себя и хотят подняться еще выше. Они могут делать то, чему рада их культура. Они могут работать больше, искать повышения, обеспечивать себе будущее. Но их главная мотивация – эгоистичные амбиции. Павел говорит, что они отвергают истину и следуют за злом, как люди, о которых говорилось в первой главе. Почему он говорит так? Потому что они не ищут Бога. Они не любят Бога. Они не повинуются Богу. Они не любят своего ближнего. Они повинуются своим эгоистичным желаниям, поскольку они не готовы подчиниться указаниям Бога. Их ждет гнев и ярость, осуждение на ад. Ведь зачем кому-то, кто не жаждет Бога, дар вечной жизни, дар познания Бога и Его Сына Иисуса Христа? Они не хотят этого. Вы заметили, что с 6 по 11 стих Павел говорит о всех людях? Всем нам придется лично дать отчет. Всем. Нас не будут судить на основании внешнего вида, социального статуса или обстоятельств. Для Бога все равны. Мы будем судимы на основании истины. Павел хочет разрушить все предположения о моральном превосходстве. Вы можете спросить, разве Павел не противоречит себе здесь? Разве он не выступает против всего того, о чем говорил с 1 по 3 главу о том, что все мы пленники греха? И не можем спастись своими добрыми делами? Павел явно говорит, что ни один человек не может спастись своими добрыми делами. Все мы находимся в плену греха и нуждаемся в спасении. Римлянам 3.20, потому что делами закона не оправдывается перед ним никакая плоть. Римлянам 3.23, потому что все согрешили и лишены славы Божьей. Спасение зависит исключительно от праведности перед Богом Отцом по вере в жертву Иисуса за нас. В то же время человек, который оправдывается верой в Иисуса, будет делать добрые дела. Настоящая вера свидетельствует о своей истинности через дела, недостаточно хороших намерений и заявлений. Вера всегда работает через любовь, как пишет Павел в Галатам 5.6, что поможет нам избежать Божьего гнева в день суда. Мягкое кающееся сердце, мы видим доказательство этому, когда полагаемся на Иисуса как спасителя, принимаем Его праведность в дар и получаем дар прощения грехов. Мы видим доказательство этому, когда наши сердца смягчаются и мы продолжаем просить Духа Святого преобразить нас в подобие Иисуса. Это сердце любит Бога больше всего и протягивает руку любви ближнему. Последователи Иисуса делают добро не для того, чтобы заслужить спасение, но чтобы показать свою надежду на Бога. И эта работа в нашем сердце зависит от благодати Божьей, от работы Духа в нашей жизни, от начала и до конца. Предоставьте свои сердца для этой работы. Давайте помолимся. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...